При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями-справочниками, которые найдете на сайтах грамоты.ру, академик.ру, викисловарь. Сначала мы с вами вспомним некоторые особенности фонетического состава слова. Во-первых, ютированные гласные буквы «е», «ю», «ю», «я» обозначают два звука в следующих случаях. В начале слова, после гласного, после мягкого и твердого разделительного знака. Давайте посмотрим. В слове «яма» буква «я» обозначает два звука, и поэтому в этом слове количество букв и звуков не совпадает. В слове «пою» гласная буква «ю» обозначает два звука, и поэтому также в этом слове различается количество букв и звуков. В слове «с е» буква «е» обозначает два звука, но количество букв и звуков совпадает, потому что буква разделительный твердый знак звука не обозначает. Еще один пример подобного случая. В слове «конь» четыре буквы, но всего три звука. Следующая наша тема – это самостоятельные части речи. Вспомним, как мы определяем, какой частью речи является данное слово. Во-первых, мы отвечаем на вопрос, что это слово обозначает. Во-вторых, на какой вопрос это слово отвечает. В-третьих, какими морфологическими признаками обладает, как изменяется. И в-четвертых, каким членом предложения является данное слово. Исходя из этого, выделяем основные группы самостоятельных частей речи. Конечно же, во-первых, это имя существительное. Оно обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто что», например, «мастер улица». Имя прилагательное обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой» или «чей». «Желтый» – «какой», «спортивный» – «какой», «лисий» – «чей». Следующее – это имя числительное. Оно обозначает количество или порядок предметов при счете. Сравните. «Восемь» отвечает на вопрос «сколько» – это «количество» обозначает слово. «Пятнадцатый» отвечает на вопрос «который» и обозначает порядок предметов при счете. Следующая часть речи – это местоимение. Она указывает либо на предмет, либо на признак, или на количество. Местоимением является слово, например, «сколько». Глагол обозначает действие, отвечает на вопросы «что делать», «что сделать». «Учить», «что делать», «решить», «что сделать». Наречие обозначает признак действия, отвечает на вопросы «как», «куда», «откуда», «когда», «насколько», «почему», «зачем», «быстро». «Как», «слева», «откуда», «давно», «когда». Далее мы с вами вспомним, как мы проверяем непроизносимый согласный в корне. Например, в слове «здравствуйте» есть непроизносимый согласный. Мы подбираем проверочные слова так, чтобы этот согласный произносился четко. Здравие, здоровье. Когда мы с вами говорим «здравствуйте», мы желаем друг другу здоровья. Поэтому в слове «здравствуйте» нужно писать букву «в». Есть слова, в которых непроизносимый согласный не проверяется. Такие, например, как «праздник», «чувствовать», «лестница», «сверстник». А есть такие слова, где нет непроизносимого согласного. И здесь тоже нам никакой проверки не подобрать. В таких случаях смотрите, конечно же, правописание этих слов в справочниках и словарях. Можно на грамоте.ру. И последняя наша тема – это однородные члены предложения. Вспоминаем, что однородными членами предложения называются такие члены предложения, которые относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения и могут быть связаны между собой союзами «и» или «а», «но». Посмотрим, как это у нас работает на примерах. Щенки тесно прижались друг к другу и быстро уснули. «Подлежащие щенки». Щенки что сделали? Прижались. Сказуемое. Щенки что сделали? Уснули. Еще одно сказуемое. Они являются однородными, так как они относятся к одному слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения и связаны между собой одиночным союзом «и». Поскольку союз одиночный, запятая здесь не ставится. Другой пример. «Морское дно было покрыто не водорослями, а серым илом». «Покрыто чем?» «Не водорослями». Это у нас дополнение, выраженное в существительном в творительном падеже. «Покрыто чем?» «Илом». Еще одно дополнение. Эти дополнения являются однородными, так как они относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, чем выражены существительными в творительном падеже. И они соединены между собой одиночным союзом «а», но перед союзом «а» всегда запятая ставится. Таким образом, вы видите, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные.